Послание оцениваю очень позитивно. Большая часть послания была посвящена, конечно, социальным вопросам. Меня, как губернатора региона, естественно, это очень сильно радует. Вот президент поднял очень серьезные вопросы, которые действительно на сегодняшний день не совсем были решены. Ну, это и по пособиям, и по пенсиям особенно, и так далее, и так далее, и так далее. Мне очень сильно понравилось, и это как раз сочетается прямо с логикой наших действий. Мы это все делаем в Хабаровском крае, и мы все это продвигаем в Хабаровском крае. Тем более сейчас, когда есть поддержка президента, я думаю, что это получит второй толчок. Послание же кардинально отличалось в предыдущих лет, больше направлено на внутреннюю аудиторию. Вы знаете, да, действительно, это послание, оно отличается. Вот я уже 12-е послание сижу, это отличается кардинальным образом. Если, допустим, то послание больше было, ну, про внешнюю политику, то сегодня именно поднялись социальные вопросы. Причем, конечно, социальные вопросы они поднимались-то всегда, и раньше поднимались, но просто не было такой остроты, как сегодня, и не было такой конкретики. И вот что самое такое плодотворное, что именно поднялись конкретные вопросы, и были даны конкретные ответы на заданные вопросы? Президент обозначил демографический новый пакет, новые налоговые льготы для многодетной борьбы с бедностью, новое качество образования, заработание и культуры. Мы всегда говорили, и я всегда говорил и говорю, главный человек. И жители Хабаровского края знают, и правительство Хабаровского края знают. Я всегда был последовательным в своих словах и действиях. И то, что сегодня я услышал от президента, это говорит о том, что мы все правильно делаем. И нас поддерживает президент в этом вопросе. Но это же всегда очень хорошо. Главное к людям. Нужно все сегодня стараться делать для людей. Человек должен быть первичным, деньги это вторично. Президент также обозначил новые приоритеты в экономике, повышение производительности труда, цифровизации, весклимат, снятие сантиметровых барьеров, кадры. Ну, это было в принципе всегда, и это всегда-всегда нужно делать. Естественно, что жизнь развивается, и мы должны развиваться вместе с жизнью. Что нового было? Это, конечно, новое было по учителям. Потому что есть такая проблема сегодня и в Хабаровском крае, по сельским местностям, где у нас есть недобор по учителям. Вот это было новое сегодня. А все остальное, это, я думаю, это закрепление уже поставленных задач ранее. Еще один вопрос касался развития Дальнего Востока. Ну, если вы заметили, президент очень много сказал конкретного о развитии Дальнего Востока. Ну, это естественно. Дальний Восток сегодня житницей является всей России, без преувеличения. Поэтому, конечно, Дальним Востоку нужно уделять особое внимание. У нас особые климатические зоны, у нас особое расстояние, у нас особые условия. Соответственно, и особенное отношение должно быть к нам. Поэтому это тоже очень хорошо. Еще один вопрос касался нового отношения чиновников и его. Слушайте, ну, вы же знаете меня, я же всегда говорил и говорю, что с людьми нужно выходить, общаться, нужно разговаривать, по-честному, открыто, не бояться самых острых вопросов, не бояться самых острых напряжений. Это наши люди, мы с ними живем, мы выходцы из этих людей. Поэтому, естественно, мы должны относиться к нашим людям, как бы мы хотели, чтобы относились к нам. Поэтому здесь я полностью разделяю эту точку зрения. Все, Олимин, я думаю, да? Спасибо.